МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Была ли нужна революция 2010 года? Скрытый таможенный контроль или когда ситуация на границе с Казахстаном наконец-таки стабилизируется? Об этих и других событиях сегодня поговорим более подробно. В эфире информационно-аналитическая программа «Чума Баян». С вами Руслан Харизов. Здравствуйте. Спустя 9 лет завтра в Кыргызстане отметят годовщину Народной Апрельской революции. Как в итоге решится ситуация на границе с Казахстаном? И действительно ли проверки грузовых авто можно назвать скрытым таможенным контролем? Только одного министра экономики Олега Панкратова видел, который пытался что-то объяснить. Почему молчат остальные чиновники? И в конце выпуска все о том, как стать успешным и попасть в самый престижный рейтинг журнала «Форбс» расскажет наш соотечественник. Была такая хорошая привычка деньги откладывать, беречь на что-то. В этом году 7 апреля исполняется 9 лет Народной Апрельской революции 2010 года. Это историческое событие, которое показало стремление народа к свободе и несгибаемую волю в борьбе с семейно-клановым правлением, также готовность пожертвовать жизнью ради будущего страны. В целях увековечения имен погибших в этих трагических событиях и сохранения вечной памяти президент Сурунбаджинбеков подписал соответствующий указ о проведении на национальном уровне 10-летнего юбилея революции в следующем году. В 2010 году, 7 апреля, на митинге оппозиции у Белого дома от огнестрельных ранений погибло 86 человек. Свыше 100 получили ранения. За прошедшие 9 лет скончались, так и не оправившись, еще несколько человек. В результате апрельских событий второй президент Кыргызстана, Курманбек Бакиев и его родственники, а также ряд приближенных к ним чиновников, бежали из страны. В преддверии такой даты наши корреспонденты узнавали у бешкекчан, была ли нужна такая революция, к чему это привело и что изменилось в стране благодаря восстанию народа. Осы нақтады, анткене ушыл герек болчуда, елге герек болчу. Ошанчун бұл жетінші революция, өзінім милдетіна атқа дады. Для меня нет. Сейчас Кыргызстан поднимается. Сейчас мы немножко стали грамотой. Больше колхозы поднимать. Это же хорошо. Оправдывается, конечно. То, что что-то изменилось, это конечно. Потому что власть поменялась. И, по крайней мере, во времена Тамбаева, все-таки народ немножечко жил получше. Да? Да. Кыргызские власти считают, что Казахстан нарушает положение ЕС о свободе передвижения товаров на внутреннем рынке. Казахстан проверяет у водителей международную товарно-транспортную накладную, счет фактуру, техпаспорт и талон о прохождении границы. Подобные действия, как уверили в Минэкономике, являются осуществлением скрытого таможенного контроля. Что в корне противоречит нормам Союза, а также нарушает положение договора ОЕС. С середины марта казахская пограничная служба ужесточила на пропускном пункте Карасу, который граничит с Чуйской областью Кыргызстана. Это привело к очереди сотен грузовых машин. По версии казахских властей, грузовые фуры не могут пересечь границу, потому что отказываются проходить досмотр или у них есть проблемы с документами. В Кыргызской погранслужбе считают, что заторы образовались по вине водителей, которые имеют проблемы с документами. Кыргызские перевозчики не в первый раз сталкиваются с подобной ситуацией. В 2017-м Казахстан ужесточил правила пропуска на фоне конфликта тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева с казахскими властями. Так как даже приграничные вопросы с Казахстаном найдут свое решение в материале нашего корреспондента. Очередь на контрольно-пропускном пункте «Актелег» насчитывает около 300 большегрузных машин и автомобилей. За 12 часов удается пересечь границу только четверым автотранспортным средством. На данный момент товар, который возится в Казахстан из Кыргызстана, тщательно проверяется. Водители интересовались по поводу столь досконального контроля у казахских пограничников, которые объяснили, что проводится мониторинг на запрещенный товар, налоги и таможенные платежи. А стоим, стоим, потому что на правительственном уровне не решается вопрос. Я не знаю почему. Это там у них надо спрашивать. А страдаем мы как водители. Еще до этого таможенная пошлина была повышена, однако в результате многочисленных жалоб ее понизили, после чего в Казахстан был прекращен ввоз товаров из Китая. Это одна из причин крупного затора, рассказывают водители. На данный момент без очереди можно провести лишь быстропортящуюся продукцию. Также возвращается назад товар, который имеет проблемы с документами. По неофициальным данным был приказ свыше не впускать никакой транспорт. Делает мониторинг именно на те товары, которые запрещены и запрещено ввезти на территории Республики Казахстан. Но в это же время основная часть грузов проезжает транзитом через территорию Республики Казахстан. Поэтому казахские власти сейчас нарушают все регламенты экономического союза, потому что ни в коем случае никаких проверок не должно быть на границах. На границах должно быть только контроль паспорта, паспортный контроль и все. По этому поводу у Министерства финансов Казахстана давали объяснение. Тщательные проверки проводятся в целях выявить товар, ввоз которого запрещен. Однако уже как неделю водители ждут своей очереди. На запасы еды уже закончились. Приходится разжигать там же костер, кипятить чай и питаться продуктами из магазинов неподалеку. Нет возможности даже сообщить родственникам о проблеме. Мы сидим без еды, запасы давно уже закончились. Ели как завариваем себе чай, покупаем закуски здесь, в близлежащих магазинах. Здесь везде мусор. Депутат парламента от фракции Республика Таджур Труслан Казахстан. Каев потребовала Турагада Стана Джумабекова проведение переговоров с казахстанской стороной по ситуации на границе. По его словам, уже две недели ситуацию урегулировать не могут. И если правительство не способно на переговоры, то нужно отправлять Казахстан Турага, парламента и делегацию депутатов. Только одного министра экономики Олега Панкратова видел, который пытался что-то объяснить. Почему молчат остальные чиновники? Отметим, такая ситуация возникает уже не в первый раз. В 2017 году осенью также большегрузные машины стояли на границе в огромных заторах. Кыргызстан и Таджикистан проводят в Душанбе переговоры межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между двумя странами. Таджикскую делегацию на переговорах возглавляет вице-премьер республики Азим Ибрахим во главе делегации из Кыргызстана вице-премьер Джинич Розаков. Из 976 километров линии таджикско-кыргызской границы на сегодняшний день делимитированы и демаркированы 504 километра. Неопределенный статус оставшейся части становится причиной конфликтов. 13 марта произошла стычка между жителями сел Аксай в Кыргызстане и Махнатабад в Таджикистане. Причиной конфликта стало строительство объездной дороги Аксай-Тамдык. Таджикистанцы преградили дорогу кыргызской техники, на подмогу рабочим пришли жители кыргызских сел. В итоге началось столкновение, в котором участвовали около 200 граждан обеих стран. Один кыргызстанец получил ранение и попал в больницу. На следующий день столкновения возобновились, пострадали еще трое кыргызстанцев. По данным таджикской стороны, среди граждан Таджикистана есть двое погибших и около 11 раненых. Сегодня на повестке дня парламента был всего один вопрос – заслушать отчет правительства о конфликте на приграничной зоне с Таджикистаном. Напомним, прошлая попытка провалилась из-за игнорирования премьер-министром парламента. На этот раз он явился и не один, а целой командой министров. Видимо, так он подготовился отвечать на обвинения в свой адрес. Но первым делом слово взяла Карамат Урозова, которая, в отличие от Абалгазиева, побывала в зоне конфликта. Напряженность на границе в селах нарастает в сезон полива и использования пастбищ. Местные жители выдвигают ряд требований по обеспечению безопасности. Но тем временем на границе вновь неспокойно. В приграничном селе Махсад вновь начались волнения из-за газовой трубы протяженностью 120 километров. Вчера была попытка выкопать ее и построить на его месте новые дома. Об этом сегодня сообщил депутат Табалдетилаев. Эта труба стоит больших денег, и попытка ее выкопать может привести к новым проблемам на приграничных территориях. С одной стороны, таджики наступают, с другой, там есть газовая труба. Это большая труба, стоит миллиарды сумм, давайте дадим задание правоохранительным органам, пусть они разберутся в ситуации. Кроме того, депутат назвал документы, ранее подписанные чиновниками, по границе с Таджикистаном государственной изменой. По его данным, с 2010 года земельные участки на территории Кыргызстана были проданы соседней стране. В 2010 году в селе Таштумшук 67 участков продали Таджикистану, в селе Кокташ продали 28 домов и 62 участка. У села Акса из тех пор построили 37 домов, самсахана, мойку и столовую. В Лелексском районе в селе Максат соседней республики перешел 31 гектар земли, в селе Сада 9 гектаров, в селе Колунду 28 гектаров. Ситуация показала, что наш большой район остался в анклаве. Правильно или неправильно ставить подпись, что Кыргызская дорога на спорной территории. Однако, выслушать отчет премьера журналистам так и не дали. Приграничный конфликт парламент по просьбе Кабмина рассмотрел в закрытом режиме. Напомним, 13 марта между жителями Кыргызского села Акса и Таджикского села Мехнат Абад возник конфликт из-за споров вокруг строительства дороги Акса и Тамды. Такого рода стычки продолжаются на протяжении 28 лет. И всегда такие вспышки правительство гасит новым протоколом с таджикской стороной. На этот раз переговоры ввел вице-премьер Джаниш Розаков. Именно он подписал новый документ. Однако и в этот раз, о чем именно договорились стороны, так и не сообщили. Отказался от комментариев и убежал от журналистов и председатель государственной пограничной службы. Более разговорчивее были депутаты. К слову, Нардеп Шайназаров сообщил, что Кыргызстан проигрывает в спорах на приграничной зоне. Из-за ошибки правительства страна уже потеряла 16 километров. Район Исфара и село Варух отделены анклавами протяженностью 18 километров. Эти земли кыргызские. 16 километров мы уже отдали Таджикистану. Скандал в Аксае происходит на оставшихся двух километрах. Лелекский район может превратиться в анклав. Со слов депутата Масалиева, пора правительству переходить на решительные меры. К примеру, он рассказал, что парламент предлагает дать особый статус приграничным селам и запретить продажу земель иностранным лицам. Для этого правительство должно принимать жесткие меры. Первое, это материальное обеспечение приграничным селам, создание им особого статуса. Второе, это чтобы земли или участки, или дома продавались и право имело бы купить только государство Кыргызстана. И в последующем она эти участки и дома может передавать в пользование гражданам, но не собственность. И в этом случае мы по общей принятой практике приграничные земли никогда иностранцам не продаются. Правительство должно отвечать за свои действия. Это не депутат должен ездить примерять население. Это не депутат должен принимать законы, а правительство должно принимать меры. Местные органы власти должны ежедневно работать, отслеживать. К примеру, соседний Таджикистан давно практикует особый статус приграничных сел. Их опыт можно перенять и нам, считает депутат Айнуру Алтыбаева. Помимо запрета, продажу земель нужно освободить от налогов и предоставлять двойную пенсию, предлагают в парламенте. В Таджикистане есть большие программы. К примеру, если гражданин покупает дом или участок на приграничной территории, они предоставляют большие суды. Нам тоже не поздно. Для лимитации демаркации отнимают много времени. Но уже сейчас необходимо рассмотреть экономические и социальные послабления для всего населения. Джоорху Кенеш в тот день обсуждал приграничный вопрос целый день. Закрытые двери таки не открылись. Дискуссия парламента и правительства продолжилась и после шести часов вечера. Дать информацию депутаты обещали после окончания. Увы, не после и даже к концу недели никто из правительства и Джоорху Кенеша таки не дал полного расклада о старых и новых протоколах касательно государственной границы с Таджикистаном. Что происходит в южной границе республики, известным лишь власти имущим. Впрочем, на днях Кабмин сообщил, что в Душамбе отправилась делегация во главе с вице-премьер-министром Джунишем Розаковым. Более подробную информацию о встрече обещали дать по итогам этих переговоров. Впервые в список самых молодых и ярких предпринимателей по версии журнала Forbes попал наш соотечественник Достану Муралиев. 29 лет, но карьеру он начал еще в 14, тогда же заработал себе на квартиру, работая в Штатах. Уже в 2013-м открыл собственное производство и начал экспортировать натуральные соки в Россию и Казахстан. Начинал он с нуля, с тремя приятелями и кучей долгов. Кстати, даже сейчас бизнесмен должен многим, а все имущество в залоге. Ежегодно его производство пополняет госбюджет страны на 7 миллионов суммов. Объем производства же составляет 1 миллион литров сока в год. Весьма скромный парень из Иссыкуля все же рассказал нашим журналистам, как достиг таких высот. Пришла идея, да, идея пришла довольно спонтанно. Во время посещения гостей, то есть на столе я увидел импортный сок из Европы, да, который оказался соком прямого отжима. Вкус мне очень понравился, можно так сказать, я влюбился в эту продукцию и задал себе вопрос, почему не производится данная продукция у нас в Кыргызстане, почему она импортируется. И начал изучать более досконально этот рынок, начал изучать возможности. И в принципе все сложилось так, что ответ был ясен, что надо пробовать, надо начинать. В 14-15 годах пошла такая тенденция, что очень много появилось цехов, которые производили соки, прямого отжима в том числе. Это было очень популярно, у многих складывалось ощущение, что здесь, да, здесь миллиардные обороты. На самом деле это не так. Да, ну если посмотреть вообще на дизайны всех соков, да, то есть, ну, определенно есть у каждого свое какое-то отличие. Если в целом по цветовой гамме посмотреть, то, конечно, вы обратите внимание, где-то вот один бренд в красной цветовой гамме, какой-то в синий, какой-то в зеленый. Вот. Тут важно потребителю читать маркировку, потому что зачастую люди просто выбирают продукт первое по цене, второе по визуальному виду, да, то есть по внешнему виду. И, к сожалению, многие даже не вчитываются, что это за продукт. Сок прямого отжима сразу по вкусу видно. Видно также по внешнему виду то, что есть осадок. У многих людей складывается впечатление, что вот этот осадок – это что-то инородное. Но на самом деле это не осветленный сок прямого отжима, и он – это как раз-таки тот самый пектин, те самые частицы плодов, которые должны, наоборот, присутствовать, да. Мы закупаем фрукты, ягоды и овощи с Иссыкульской области, с Чуйской области, с Оржской области и с Баткенской области. Вот. Мы только закупаем отечественную продукцию, то есть никакого импорта нет, тем самым мы поддерживаем наших отечественных фермеров. Новость очень такая неожиданная, ну, такой приятный, можно сказать, сюрприз. Номинация была сделана еще в прошлом году. Номинатов было свыше двух тысяч, из них в шорт-лист попало порядка пятиста. И потом судьи отбирали окончательный список из трех ста со всей Азии и Тихоокеанского региона. Это включает Австралию, Новую Зеланью. Была такая хорошая привычка деньги откладывать, беречь на что-то большое, нежели просто потратить эти деньги здесь и сейчас. Начало двухтысячных годов, и на тот момент я проживал, учился в США вместе с семьей. И по закону нашего штата в 14-летнем возрасте можно было получить разрешение на работу. Вот. Получив это разрешение на свой же день рождения, я сразу побежал искать работу. И нашел работу в местной пиццерии, где работал. И за год я заработал сумму эквивалентной однокомнатной квартире в Бишкеке на то время. Вот такими событиями запомнилась уходящая неделя. Этот выпуск и другие новости можете посмотреть на нашем официальном канале на YouTube NewTVKG. С вами был Руслан Харизов. До свидания. Руслан Харизов Руслан Харизов